Ну привет, друзья! Наконец-то я добрался опять сделать небольшой ролик. Сегодня я хочу поговорить за краткоствольное оружие, а говоря проще, за пистолеты, которые мы иногда носим с собой. Только что зашел с улицы, времени еще 12 часов нет, жара он, сейчас пот обтирало в себя, сидел. Это квас. Я вообще очень придирчивый к квасу. Я привык вырос на том квасе, который продавался в желтых бочках. И тот квас, который продается сейчас в магазине бутылкой, вроде бы и квас нормальный, но не тот, не тот вкус. Вот это квас, изумительно по вкусу тот, который был в желтой бочке во время СССР, кто застал. Почему я рекламирую? Потому что я даю ссылочку на канал своей супруги. Но поверьте мне, что это действительно очень вкусный квас. Попробуйте, не пожалеете. Значит, ссылочку я дам внизу в description, плюс в конце вот этим вот прямоугольничком, который появляется дополнительно, когда заканчивается ролик. Заходите, смотрите, делайте, пейте, не пожалеете. Ну, а сейчас давайте перейдем к оружию. Точно так же, как нет универсальной машины, скажем, одна машина для города, для трассы, для каких-то быстрой езды где-то по скоростным магистралям, а другая по лесу, по непроходимым трущобам, скажем так. Также оружие. Нельзя подобрать короткоствоз, которым можно ходить и в лесу, и в городе. Есть, конечно, универсальные, безусловно, но они именно универсальные, так, 50-50, скажем так. Поэтому, идя в лес, я беру с собой обычно что-то тяжелое, крупного калибра, все-таки дикие звери, у нас встречаются и медведи, и рысь довольно-таки часто. В городе такое оружие не поносишь. Во-первых, оно занимает много места, тяжелое, тяжело спрятать под одеждой, поэтому приходится выбирать что-то более маленькое. Как я уже показывал, в городском режиме, или где-то, к примеру, еду в парк, там, еще куда-то, а парк здесь как лес. Я брал с собой маленький вот такой вот револьвер, это RG револьвер немецкий. Очень хороший револьвер, неплохой, но, честно сказать, он тяжелый, занимает какое-то место, и когда, если его несешь не в кобуре, скажем, а в кармане тех же шорт, то он здорово стучит по ноге, с каждым шагом, так, бах-бах, как будто гантель у собой в кармане несешь. Ну и неудивительно, давайте посмотрим, к примеру, тяжелый армейский пистолет. Сейчас мы возьмем весы, переведем эти весы в граммы или в килограммы, чтобы было понятие. Вот я поставил килограммы. Я беру обычный армейский пистолет, без патронов, даже в магазин вытащил. 0,8-0,81 килограмма он весит. Давайте взвесим теперь тот же самый револьвер. Сбросим показания. Пробуем. Маленький револьвер, который хорошо носить в городе, где-то под одеждой. 0,76 килограмма. То есть маленький, маленький револьвер для скрытого ношения, который весит 760 грамм, честно говоря, тяжеловато. Этот револьвер, у него сделан металлический ствол, вставка внутри, сделан стальной барабан, а корпус у него из сплава цинка с чем-то, я не помню. Он не коррозирует абсолютно этот сплав, но при этом он имеет довольно-таки большой вес. Сегодня с утра мы решили съездить с супругой в один из спортивных магазинов, Кабелос наш местный. Посмотреть там должна была быть на уценённой распродаже, быть кое-какие вещи. Я скажу, мы зашли довольно-таки неплохо. Супруга купила себе то, что хотела, и с хорошими скидками. Ну, а я, естественно, в это время мотанул в вооруженный отдел, потому что тряпка меня, естественно, не интересует. Я побежал смотреть, что можно купить в том отделе. Тем более, я уже давно туда намыливался. И что же я купил? Я купил себе револьвер Смит и Вайсон. Вот на такой обычной картонной коробке. Он шёл с небольшой уценкой. Это Смит и Вайсон модель 637 Airweight. То есть воздушный вес. То есть, как они говорят, что он вообще лёгкий и не имеет веса. Давайте посмотрим. С этим револьвером я ещё не разбирался, не смотрел толком. Ничего. Вытащил, конечно, глянуло. И когда мне его оформляли, я его вытащил. Вот такой вот он имеет величину. Попробую положить себе на ладони. Вот так вот, смотрите. По большому счёту, если я его пальцами прижал, он практически может скрыться. Я даже ещё не снял с него замок. Сейчас посмотрим, где-то должен быть ключ. Вот он ключ. Я ещё его не открывал, не вытаскивал. Так, вот он его ключик. Сейчас мы этот замочек отвинтим. Сейчас видео я уберу, пока буду его отвинчивать. Вот так вот убираем этот магазинный замок. Что у него ещё здесь в комплекте идёт? Ну и, естественно, идёт его инструкция. Идёт замок, который его замыкает в ствол, хотя он ещё неудобный. Идут ключики. Вот они, ключики, потому что он имеет калифорнийский лог. Вот она дырочка. Это Калифорния реквайл. Ну, как сказать, необходимо. Всё, больше ничего у коробки нет. В Калифорнии это в обязательном порядке. Ну, остальное всё там. Зайдите к нам, зарегистрируйтесь. Вам будут скидки, если вы зарегистрируетесь. Ну, инструкция, естественно, на сам револьвер. Так, я его ещё не открывал. Вот так вот прокладочку отсюда. Ну, давайте посмотрим, что он собой представляет. Уберём коробку. Так, смотрим. Вот это револьвер Смит Эвэсон 637. А это RG, модель 31. Очень хороший, как я говорю, револьвер, но при этом тяжёлый. То есть, явно видно, что Смит Эвэсон меньше. Конструкция у него обычная, как у всех Смит Эвэсонов. Значит, за счёт чего его вес? Ствол у него нержавейка. Барабан нержавейка. Барабан выкидывается, как у всех Смит Эвэсонов, вот этим флажком сбоку. Барабан рассчитан на 5 патронов. Я думаю, что для защиты 5 патронов вполне достаточно. Выкидывается подпружиненным инжектором. То есть, быстро перезарядка у него обеспечена. Весь механизм у него, спусковые крючки, сам курок нержавейка. Ручки-накладки резиновые. Очень удобные. В руке не скользит. Размер довольно-таки, я говорю, маленький. У него даже последний палец не помещается. Но говорят, что по инструкции, если из 4 пальцев вот этих 3 ложатся на пистолете, то этого достаточно. Здесь 4 так слегка цепляет ручку. Ну, я думаю, что, конечно, для стрельбы, рейнджевой стрельбы где-то на расстоянии, в тире, он не годится. Он рассчитан. Этот револьвер только сделан для персональной защиты. Написано Personal Defense. То есть, как стрелковый на большие расстояния, он не идёт. Сделан он в Соединённых Штатах, в Массачусетсе, если я не ошибаюсь. Весь фрейм у него, это револьвер типа J-Frame, он так называется. Есть разные виды вот этих рамок. Вот эта рама, которая у него полностью сделана, она сделана из алюминия с добавками какого-то металла, которые делают его очень крепким. Этот же металл, я не помню, как он называется, врать не хочу. Он добавляется в гольфовые клюшки, чтобы они были лёгкие и при этом крепкие. Ну что, давайте попробуем взвесить. Я поставил в килограммах, как и в предыдущем. Так, сколько у нас? 450 грамм без патронов. Я считаю, что это очень хороший вес. Я взял этот револьвер, когда мы его купили, мы, наверное, должны были с женой заехать ещё в несколько магазинов. И чтобы не оставлять его в машине, в коробке, мало ли кто залезет, я его просто с коробки вытащил, как он был, и сунул его в карманы. Я скажу, что мы пролазили по этому магазину какое-то время, по продуктовому. И он у меня, лёжа в кармане, даже без кабары, он мне не доставил абсолютно никакого неудобства. Ещё один интересный момент. У обоих стволы стальные, у обоих барабаны стальные. Только разница, что здесь нержавейка, а здесь чёрная сталь. Так вот, этот пистолет с обычной оружейной чёрной стали, он использует патроны 38-го калибра специальные. Патроны с повышенной мощностью плюс Пи на нём использовать нельзя. А этот, такого же калибра, может использовать 38-го специальные и может использовать с повышенной мощностью плюс Пи. Вот смотрите, у него на стволе написано «Смит и Вессон 38 SNW Special плюс Пи». Я взял пачку патронов, которые рекомендованы как для Personal Defense, то есть для персональной защиты. Это 38-й, не плюс Пи обычный. Если я иду в лес, я патроны такого типа не беру. Я имею в виду такой вот сам вид патрона. Этот патрон имеет пулю пустотелой внутри. То есть при ударе пуля расходится. У него даже где-то на упаковке нарисовано, что пуля разворачивается вон как грибок. Когда я иду в лес, для защиты от диких животных, я никогда не беру патроны такого типа. Я беру патроны с цельной пулей, то есть полностью оболоченной пулей. Та пуля имеет самое максимальное проникновение. Патроны вот такого типа с пустотелой пули разворачиваются, как на рисунке нарисовано, у них проникающая способность намного меньше. Они рассчитаны больше для повреждения верхних тканей мышцы, для, скажем так, болевого шока. Но, тем не менее, это, естественно, обычные патроны. Ну что, давайте возьмем оба, поедем в тир и сравним. Потому что за счет легкого веса может быть сильная отдача. Потому что, когда оружие тяжелое, оно гасит своей массой, гасит на себя отдачу. И вот я скажу по ухвату. Вот этот берешь. И вот этот. Вот этот вроде бы меньше, но почему-то, я не знаю почему, хотя конструкция их практически, наклон рукоятки, он не отличается. Одинаково. Что здесь наклон, что здесь выемка, что вот этот наклон. Но почему-то вот этот держать в руке намного приятнее. Может, за счет того, что у него не скользкая резиновая эти вот щечки, или как они, как их назвать правильно. Щечками они назовешь. Короче, ручка обрезиненная. Может, вполне возможно, что за счет этого он приятнее. Ну давайте постреляем и сделаем какое-то заключение уже после этого. Ну что, поехали попробуем. Сегодня не очень хороший день, потому как в воскресенье кир будет забит. Значит, шума будет в кире очень много. Поэтому, ребята, снимать буду без комментариев. Попробую потом что-то написать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, пострелушки закончились, и теперь, как говорят, сделаем разбор полетов. Стрелял я с двух револьверов. Стрелял с RG-31 и стрелял со Smith & Wesson 637. Причём использовал два вида патронов. Одни с пулей на 110 грейн, другие с пулей на 130 грейн. Для тех, кто имеет револьвер и пристреливая, маленькая подсказка может пригодиться. Вы идёте на стрельбище или куда-то, заряжаете полный барабан и начинаете его стрелять. Стреляете вот здесь пять патронов. Значит, стреляете четыре, а пятый не стреляете. Потом вы выкидываете их все. Берёте нестрелянный патрон, вот он, и смотрите. На пуле есть маленький ободок. Это индикатор её, как она запрессовывается в патрон. Смотрите, как эта пуля сидит до того, как вы зарядили на всех патронах. После того, как вы постреляли, вы вытаскиваете этот патрон и смотрите, не сместилась ли пуля вперёд. Если пуля в патроне сместилась, то этот патрон слишком мощный. То есть, пуля слишком тяжёлая для веса вашего револьвера. Берите тогда патроны с меньшим весом пули. Патроны одного и того же калибра, к примеру, 38-го, они выпускаются самые разные, какие хотите. Разных производителей, с разной мощностью, и в основном они градируются по весу самой пули. Вам нужно подобрать патрон с весом пули конкретно для вашего револьвера. Потому что чем тяжелее пуля, тем должен быть тяжелее сам револьвер. Тогда он будет гасить отдачу. Если взять мощный патрон Magnum и стрелять из лёгкого револьвера, то пули будет разбрасывать на мишени. Вот смотрите, что получилось. Те, что обведены кружком, я стрелял из этого чёрного, с RG-31. Револьвер довольно-таки тяжёлый. И патроны у него были с пулей на 130 грейн. Следующие вот эти вот, где SNW написано. Я стрелял со Смит и Вессона, но стрелял патронами с пулей 110 грейн, не 130. То есть, они приблизительно пришли в то же самое место. Может быть, чуть-чуть занижают револьверы, но, скорее всего, занижаю я под стрельбе. Гораздо худший результат показал Смит и Вессон с тяжёлой пулей на 130 грейн. Я попробовал. Я целился в голову, но я уже не говорю, что я тоже занизил. Раскидало очень сильно. То есть, разброс получился очень большой. Чтобы уменьшить дрожание пистолета, я стрелял двумя руками и с предварительным взводом. Самовзводом не стрелял вообще. Ну вот, вроде как и всё. На этом я пока заканчиваю. Всем всего хорошего. Хорошего настроения. Хорошего самочувствия. Заходите, подписывайтесь. Берегите себя.